Это произведение поражало когда-то воображение. Это ж надо нарисовать большую карту, как географ, а на ней со спины маленького Ленина, и всё. Произведение соцреализма создано. Это творение самого реномированного советского художника Одессы Михаила Михайловича Божия, госпремия имени Шевченко, народный художник СССР, заслуженный деятель искусств УССР, дважды получал серебряные медали Академии художеств СССР. Но и золотую медаль в Брюсселе. За что? Ведь не за Ленина же у карты Гойл-Ро, не за назидательно тиражируемого Пушкина ведь? И тут на помощь пришла выставка в художественном музее, организованная к 100-летию автора. Пейзажи – да, цветочки, но портреты, портреты. В этой большой 160 работ экспозиции они доминируют. Как выглядели люди в 40-е и 50-е годы? Каковыми они были? Как смотрели на мир, а теперь и на нас? Женщины были дамами, а не женщинами. Дети носили теплые шальвары, шаровары, а девочки – чулочки. Передовики производства смотрятся и были ими, как достойные люди. А труженик предполагала качество профессионализма, отчего у рабочих лица фантастически притягательные. И только тогда имя Михаила Михайловича Божия восстанавливается, реабилитируется в истории искусства посредством тонкого психологизма портретов и несомненной достоверностью. Особенно в автопортретах. В 12 полотнах собственной жены, восьми сына и двух отца. И никакая фотография, документалистика, не сможет столь объемно передать дух эпохи, где Гойлру с Пушкиными было вынужденной платой за право творить. Субтитры создавал DimaTorzok